Доброе утро, дорогие друзья. Недельная глава ВАЕЦИ. В этой недельной главе мы узнаем об опасных и таких, ну, не очень хороших приключениях Раякова. Его сотню раз обманывал Лаван, сложности в семейной жизни, брат грозится убить, но ведь он получил повеление от Бога, когда встречался с ним, и шел выполнять такую величайшую миссию. Казалось бы, можно было разувериться, так сказать, начать сомневаться хотя бы внутри. Но такое не произошло. Давайте короткую миссию я уже рассказывал, но она очень важна для понимания этой ситуации. У Боруха была большая проблема. Его дочь становилась все старше, и у него не было ни копейки на приданую на свадьбу. В действительности у всех евреев, которые жили в этом краю, не было денег, потому что был жесткий помещик, он сдирал три шкуры со всех живущих на его земле, штрафуя всех и так далее. Когда дочери исполнилось 25 лет, пришло предложение о сватовстве, хорошее предложение, но Боруху ничего не оставалось, как отправиться к святому праведнику из Лижинска, Рэбе, ученику Балшемтовой, преемнику Балшемтовой, точнее, ученику Магидой Межиричем, который в свою очередь был учеником Балшемтовой. Рэбе выслушал его историю, улыбнулся и говорил, что все абсолютно хорошо, нет оснований для беспокойства, затем извлек две монетки по 10 копеек, дал ему 3 монетки по 10 копеек, положил их на стол и говорил, вот все в порядке. Ну, Борух взял, простой человек, он взял деньги, ничего не понимает, вышел, что ему делать с этими 30 копейками. Ну, пошел себе потихонечку, по дорожке, размышляет, что делать теперь. Вдруг кричит кто-то, эй, эй, подожди, стой. Он обернулся, увидел одного из хасидов Рэбе, который побежал за ним, запыхавшийся, говорит, Рэбе, меня прислал, он слишком много тебе дал, верни 10 копеек. Борух смотрит, отдал ему 10 копеек назад, ну, идет дальше, был очень смущен, конечно, этим, но он хасид, он верит, Рэбе знает, что делает. Через несколько часов он увидел лес, через лес идет ему дорога, одна костер, вокруг костра сидят 3, ну, мягко сказать, таких опасненьких немножко человечка. Кажется, я попал в виду, он думает, вместо тем идет прямо. Один кричит ему, эй, иди сюда, иди сюда. Тот подошел к нему, он говорит, слушай, еврей, ты тут ходишь, смотри, вот портфель какой красивый, хочешь купить? Он взял портфель, смотрит, действительно очень красивый портфель. И тут он на дне видит банкноты, немецкие марки, целое состояние. Тот ему говорит, да, кстати, картинки эти тоже можешь взять, все за 30 копеек и все твое. Борух чуть не потерял сознание, 30 копеек это все, что у него было. Вдруг он вспомнил, у меня же только 20. Начал думать, что делать, и тут его осенило. Он говорит, слушайте, мужики, у меня нет денег на портфель, но если хотите, я дам 20 копеек за картинки. Те от радости чуть не это, теперь можно продать портфель дважды. Взяли монетки, дали ему картинки, ушли. Отойдя на расстояние, он достал из кармана банкнот и пересчитал 50 банкнот под 50 марок, это целое состояние. Он стал богачем, это настоящее чудо. Через неделю он вернулся в Лиженс для того, чтобы выяснить, ну, где что с Рэбой, рассказать Рэбой, поблагодарить его. Не дойдя до дома Рэбой, он слышит, эй, эй, тут поворачивается и видит того, кто, один из тех мужиков, который был в лесу. Он говорит, слышь, ты даже не можешь представить, что произошло, после того, как мы расстались. Как только ты ушел, мы начали драться, как разделить 20 копеек. Каким-то образом во время драки портфель упал в костер. С костра мы его вытащить уже побоялись, огонь большой. И тут подъезжает карета помещика. Он начал кричать, где мой портфель, бил нас хлыстом. Тут увидел портфель, что он сгорает в костре, разозлился так, избил нас и убежал. Тебе повезло, что тебя не было, потому что он вообще евреев ненавидит, он бы тебя убил точно. И тут Борух все понял. Если бы у него оказалось 30 копеек, то вместо свадьбы были бы похороны. 20 копеек были достаточной суммой, которые полностью изменили его жизнь. Вот об этом притче. Теперь о чем она рассказывает. Обязательно надо молиться и просить у неба. То, что ты чувствуешь для тебя необходимым. Но главное понять то, что посылается с неба. Вот это и есть наиболее идеальное. Это очень трудная истина. Практически невозможная на этой земле. Но Яков смог, а мы его потомки. Поэтому истина не становится чем-то другим от того, что она сложная. Брахава от слуха, чтобы мы все были довольны тем, что у нас есть. И чтобы никто не болел. Продолжение следует...